Всем привет! Сегодня разбираю планировку в городе Москве для семьи три человека и плюс бабушка, которая периодически приезжает в гости и остается на несколько дней с ночевкой, то есть на ПМЖ. Смотрим! Итак, квартира находится в Москве, в жилом комплексе под названием Home City с прекрасными высокими потолками, аж целых три метра. В наше время я считаю это прямо очень хорошо. Вот такое техзадание заполнил заказчик перед тем, как обратиться ко мне, прислал мне планировку. И прежде чем перейти к обсуждению этой самой планировки, давайте быстренько посмотрим, что же пожелал заказчик. Какие помещения нужны? Кабинет, в котором должен быть рабочий стол для компьютера, шкаф для профессиональной литературы. Спальня, должен быть вместительный шкаф для одежды и телевизор, который не обязателен. Зачем тогда об этом писать? Непонятно. Детская, отдельные столы для уроков и отдельные для творчества. Кстати, это очень удобно. Спортивный уголок, все детские вещи, в том числе одежда, хранятся только в детской. То есть там нужно предусмотреть много мест хранения. Кухня-гостиная, должен быть остров, если не влезет, нужно заменить навесными шкафами. Но это вопрос по поводу хранения. Нужен паркинг для техники, например, место за дверцей для размещения мультиварки, кофемашины, комбайна, чайника. Нужен проектор, нужен книжный шкаф. Далее санузлы. В первом должна быть ванна, раковина, унитаз. Второй санузел. Должна быть душевая кабина, небольшая раковина и унитаз. Прихожая. В ней нужна вся обувь в прихожей без коробок. Видимо, есть опыт проживания, когда в прихожую ничего не влазит, приходится обувь куда-то в другие комнаты распихивать или на балкон. Нужно, чтобы вся верхняя одежда была только в прихожей все сезоны, чтобы никуда не таскать. Вот какое это грамотное замечание. Обратите внимание, у многих из нас, из вас, верхняя одежда и обувь хранится где-то в других комнатах, распихана по всей квартире. Это значит, вы это все куда-то уносите и комнаты забиваете вот этой вот верхней одеждой. Почему? Потому что прихожей маленькие и туда ничего не влазит. Выбираете квартиру, смотрите, чтобы прихожая была нормального размера. Как планируется использовать эту самую квартиру? Читаем. Home office на одного человека пятидневка, то есть человек работает из дома. Каждый день с утра до вечера должно быть рабочее место соответственно. Любят поваляться в ванной и побалдеть. Что категорически не приемлют, так это отказ от второго санузла. Очень поддерживаю, потому что с детьми только два санузла. Чтобы был закуток, в котором можно посетить с книгой или ноутбуком. Я это называю места личного уединения. Мы любим посмотреть фильмы на проекторе в гостиной всей семьей. Что нужно? Спальное место для бабушки на одну-две недели? Бабушка ничего себе, да, задерживается? Место для хранения велосипеда, беговых лыж, сноубордов? Может быть в кабинете пишут. Вот, ну, представляете, сколько много надо инвентаря хранить. Кстати, если есть возможность, друзья, покупайте локеры, кладовки, чтобы туда можно было все это спихивать. Нужно место для хранения пылесоса и швабры. Ну, понятно, уборочный инвентарь. Нужно место для парогенератора. Место для гладильной доски. Место для стиральной и сушильной машины. Место для корзины для грязного белья. Место для морозильника. Шкаф для заготовок. Место для хранения елочных украшений. Место для хранения инструментов. Шуруповерт, перфоратор, метизы, молоток, велоинструменты. И место для принтера. Вот, все, все пожелания. Теперь давайте смотреть, какая квартира нам досталась. Вот так вот выглядит эта квартира в городе Москва, ЖК Сити Хоум. И сразу же первая проблема, это прихожая. Казалось бы, вроде бы она большая. Но в данном варианте это слишком много места, которое попросту пропадает. Понимаете? Раз. Второе. Шкаф поставить некуда. Вот смотрите, вот этот вот простеночек. Вот этот простеночек. Он меньше 60 сантиметров. А значит поставить сюда шкаф мы не можем. Шкаф глубиной должен быть 60 сантиметров. Значит вот этот вот простеночек должен быть 70 сантиметров. Напротив не можем, потому что здесь три двери. Раз, два, три. И вот сюда тоже поставить не можем. Точнее можем, но он, во-первых, маленький будет. А во-вторых, неудобно его обходить. И композиционно это некрасиво. Вторая проблема, прихожая проходная. То есть вот, чтобы в это помещение попасть, мы должны ходить все время через прихожую. Это тоже плохо. Понимаете? Следующая проблема, это выступающие углы в комнатах. Вот эти вот углы, это всегда проблема. Вот это вот. То есть с точки зрения композиции, красоты, это очень плохо. То есть так делать нельзя, нужно помещение стараться брать прямой формы без уступающих углов. Проблема, что кухня и гостиная, они отдельны. То есть получается, что пожелание встречаться всем вместе, еще и гости в одном помещении, оно ломается, потому что мы ни сюда, ни сюда не поместимся. Просто места не хватит. Поэтому нужно объединять. Следующая очень серьезная проблема, это ощущение зажатости. Дело в том, что здесь каждая комната обособлена. И в какую бы комнату мы не зашли, мы будем ощущать себя как в коробочке. Как будто мы зашли в коробочку, вот все, стены, дверь, окно. Мы ограничены этим пространством. 99% всех клиентов хотят ощущения простора. Я уверен, что вы тоже. Кстати, напишите в комментариях, так это или нет. Потому что действительно это очень важно. Бывают такие ребята, которым надо вот такое, знаете, как будто я в домике. Ну вот им надо, да, вот это вот ощущение. Такое, ну давайте назовем интимности. То есть им нужна отдельная комната, где все закрывается, все темно. Но все-таки большинству людей хочется, чтобы квартира-то выглядела попросторнее. Чтобы я ощущал себя там посвободнее. Вот, а здесь проблема, что вот все зажато, все очень маленькое. Санузлы, ванны маленькие. Далее, нет кабинета. То есть, предположим, если мы объединили кухню с гостиной, вот эта вот детская, эта вот спальня, то кабинет разместить уже некуда. Ну и, конечно, нету комнаты, в которой мы могли бы разместить бабушку на две недели. А все-таки две недели проживания нужно обеспечить комфорт. И даже, наверное, может быть не бабушке в первую очередь, а хозяевам квартиры. Ну, сейчас давайте смотреть, что получилось и как с этим я поборолся. Первое. Я решал проблему с прихожей. Как сделать так, чтобы она была не проходной. Для этого я взял шкаф, поставил его прямо посередине бывшей прихожей и поставил его под углом, по диагонали. Что мне это дало? Таким образом, я обособил прихожую. Теперь, находясь в квартире, мы больше можем не ходить в прихожую. Да, через нее ходить нам не надо. То есть, вот все наши движения здесь. Часть бывшей прихожей я отдал в пользу зала. Зал объединил с кухней. И теперь у меня общее пространство, кухня-гостиная стала большой. Теперь можем смело встречать гостей и проводить домашние совещания. При этом, мне удалось поставить нормальный шкаф, хорошей глубины 60 сантиметров. И при этом еще получить дополнительное место хранения в виде кладовки, в которой будет храниться и уборочный инвентарь, а также, как вы помните, сноуборды, велосипеды и что там еще. В общем, много всего. Вот сюда в кладовку можно расположить. При этом в прихожей еще есть место под консоль. Ключи, сумку поставить. И пуфик, на котором удобно сидеть и снимать обувь. Теперь смотрим на остальную мебель. Остальная мебель, на мой взгляд, расположилась просто идеально. Заходим в кухню-гостиную и попадаем сначала в столовую зону, где круглый стол, не квадратный, а именно круглый, для того, чтобы обеспечить более плавное огибание этой мебели. Стулья по диагонали, тогда мы получаем больше места за спинками. Это значит, мы сидим более свободно. И есть место для обхода. Диван, кресло напротив телевизор, ну и, конечно, столики журнальные, на которые удобно все складывать. За диваном непосредственно кухонный гарнитур, который состоит из двух частей. Первое – это остров. Его можно делать нарядным и красивым, облицовать каким-то камнем. Здесь мы можем готовить как со стороны кухни, как со стороны окна. И вообще всей семьей мы можем встать вокруг этого острова или посадить гостя напротив и болтать с ним, и готовить. Основная кухня располагается вдоль стены. Это рабочая поверхность с раковиной, где, собственно, мы стоим и готовим. То есть вот здесь, здесь, на одном месте, поворачиваемся туда-сюда. И далее два пенала, которые сделаны до самого потолка. В одном – холодильник, во втором – духовой шкаф, ну и что-то там еще для хранения. Между пеналом и стенкой мы вешаем спокойно навесные шкафчики. Это еще дополнительное хранение, в котором можно и посуду хранить, и технику хранить. Все, что хотите. Такое расположение невероятно удобное и кайфовое для готовки. Потому что, когда мы здесь стоим, поверхность острова очень хорошо освещена. Видите, она ничем не загораживается. Мы лицом стоим уже к окнам и боком гостям, например, если они у нас там телевизор смотрят, за столом сидят. С кухни удобно подавать на стол еду, обратно уносить, чтобы в посудомойку ее сложить. А вот хитрость этой планировки вторая. Первая – это шкаф под углом, как вы поняли. А вторая хитрость – это дополнительная перегородка на кухне, за которой прячется рабочий стол. Это очень важно, так как человек работает дома, ему нужно где-то свое уединенное место, чтобы его никто не трогал, не дергал. И, собственно, вот оно в дальнем углу гостевой комнаты. Можно закрывать перегородкой. Пожалуйста, она складная. Либо это шторочка может быть. Ну, чтобы и визуально огородиться, и какие-то звуки тоже огородить. Здесь стоит достаточно большой стол на метр сорок, глубиной семьдесят. И сбоку сделаны стеллажи вдоль всей стены, куда можно составить книги, поставить принтер, карандашики. Ну, в общем, все, что нужно для работы. Итак, мы получили удобное место для готовки. Столовую зону, мягкую зону и рабочую зону. И все это поместилось в нашей, казалось бы, не очень удобной квартире. Мы получили классную прихожую с большим удобным шкафом и еще с местом для хранения всякого спортивного инвентаря. Ну, и у нас осталось две спальни. Собственно, непосредственно детская комната. И в детской же комнате диван. Это когда будет приезжать бабушка. Ну, собственно, бабушка и ребенок будут находиться в одной комнате. Ребенку 4 года. Поэтому совершенно спокойно они там с бабушкой уживутся. И это будет нормально. Потому что в 4 года ребенку не надо скакать, плясать по вечерам и по ночам. Он ложится, засыпает, спит. Ну, и бабушка, соответственно, тоже. Но зато бабушка не мешает маме и папе. Мама, папа не мешает бабушке. То есть вот она спокойно здесь проживает. Справа комната. Это спальня для родителей со своим гардеробом. Два больших шкафа по 2 и 2 метра. То есть в совокупности 4,5 метра шкафов. Это очень прилично. Здесь же в гардеробной находится зеркало в торце и пуфик, на который можно присесть и там чулки натянуть, например. В самой спальне кровать напротив комод можно телик повесить, можно проектор настроить. И вот в нише, которая образовалась сама собой, из этих углов, я ставлю кресло с какими-то растениями. И получается, что вот это и будет уголок уединения, где можно посидеть, почитать книгу, за ноутбуком, с телефоном посидеть. За тобой будут кусты, как будто ты в кустах в джунглях сидишь, спокойно сидишь, читаешь. Дверь закрыта, вот твое место уединения. Здесь же расположился макияжный столик для девушки, для мамы. Тоже очень важный атрибут в современной жизни. Осталось две ванные комнаты. Они обе обособлены. К сожалению, не получилось сделать санузел, чтобы была мастер-спальня. Конечно, можно было бы вход сделать вот отсюда. По идее, закрыть вот здесь и через гардероб заходить в эту ванную комнату. Тогда получилась бы полноценная мастер-спальня. Но мы от этого отказались в пользу большего количества шкафов и в пользу более удобного расположения сантехнического оборудования. Какое оно здесь? Это душевая кабина, это унитаз, это раковина. И вот ниша, образовавшаяся, в которой уборочный инвентарь и стиральная машина, все за дверками или за шторкой. Во втором санузле есть ванна, раковина и унитаз. Соответственно, мы получили отдельные две ванные комнаты. В одной ванной, во втором душевая. Мы уже поняли, что в одной комнате душевую мы можем ее присоединить к спальне, получить мастер-спальни. Друзья, вы тоже можете обратиться с планировкой ко мне, и я с удовольствием для вас сделаю разбор. После планировки делается, конечно же, дизайн-проект. И следующий шаг это идея интерьера. И, кстати, вот здесь по ссылочке вы можете посмотреть. Я записал целое видео, как это делается. Планировка это фундамент будущего дизайна, и относиться нужно к нему со всей серьезностью. Как считаете, напишите в комментариях. Ну, а на этом все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока, да пребудет с вами муза и комфортные планировки.